Общая пассивность и нежелание хоть как-то принять участие, но обязательно посудачить вплоть до кровавых соплей на кухне, это наше все. Поэтому вот у нас есть очень жесткий водораздел. До кровавых соплей, но на собрание в школу не пойдем. Это вот на раз-два. Вы выбираете инструментарий, вы основа выборной системы, вы любой депутат, это инструментарий. Я хочу видеть такой инструментарий. Я беру вот такую там ручку или секую ручку и хочу писать пером, хочу писать гусиным пером. Это ваш инструмент, а не наоборот. Поставьте наконец-то себя хоть как-нибудь во главу угла. До тех пор, пока вы будете говорить, вот нас имеют и вот нас там как-то используют, так и будут иметь. Всем доброго дня, такое счастливое совпадение, по крайней мере до окончания выборов я с вами исключительно для вас. Что же меня такое особо заинтересовало? Ну давайте все-таки немножко любимый наш Росстат, пока он не попал в иностранные агенты. Конечно, вот попадание в иностранные агенты, как оказалось, не очень сложное. Достаточно цитировать иностранные СМИ и получить там условно 10 рублей от иностранного капитала. Как это произошло с телеканалом «Дождь», который поднят исключительно своими руками, своими средствами. Ну, если внимательно почитать и посмотреть все наши так называемые федеральные СМИ, которые цитируют этих иностранных агентов и зачислить им просто на их расчетный счет 10 рублей из какой-нибудь Украины, или там гривен, или долларов, то я так понимаю, что после этого, совершив такую даже не примитивную акцию поддержки, видимо, иностранным агентом могут стать все федеральные СМИ. Интересно, зачем делается такая истерия? Ну, разделение на наших, не наших, ведь люди, которые сейчас потеряли доход, а именно так сейчас происходит с теми, кого называют иностранными агентами, они куда должны по логике властей пойти, ну, с точки зрения работы? Там, не знаю, в магазины «пятерочка» или, поскольку они не квалифицированы с точки зрения грузчиков, в какой отрасли они должны работать? Потому что это профессиональные журналисты. И уехать из страны, ну, это достаточно дорогостоящая история. То есть, как вы себе представляете после того, как вы объявили этих достаточно большое количество людей, в общем-то, людьми второго сорта, где они будут получать доход? И насколько они радикализируются? Радикализируются они, радикализируются их семьи. Иногда вы, на мой взгляд, нужно как-то лучше жевать, чем говорить, и принимать такие псевдозаконы, которые, в общем-то, ничего, кроме ухудшения, для самой же, я упаси Господь, вы, как вы знаете, я всегда стою на стороне власти, вы же знаете, больше меня никто власть-то и не любит в нашей стране. Даже сама власть себя не любит, как люблю ее я. Вот. Так зачем вы, господа, от власти делаете сами же себе ухудшения и сокращаете срок своей жизни? Но при этом создаете самое главное после вашего ухода, который все равно произойдет, вы создаете еще худшую ситуацию. Вашим детям и внукам они будут поражены капитально в правах. Зачем? Вот это единственный вопрос, который меня зовут. Жанна Блинова задает вопрос. Как вы считаете, как у кандидата есть возможность реально рассчитывать на место в Государственной Думе? Зависит исключительно от вас. Опять-таки от вас, от фундамента. Потому что на сегодняшний день интерес к выборам практически отрицательный, скажем так. Поскольку, говорю, 35% голосующих людей, то есть в обратную сторону, 65% людей не интересующихся реальными фундаментальными изменениями, там, выбором инструментария. Я даже приводил, вот я когда приехал в Калининград, ну, меня табанили так очень аккуратненько. Знаете, как федерал, меня табанили, знаете, бочком, но так, чтобы не обидеть. И это, давали там время, там, минуты 30, минуты 20, было 13 секунд. И я тогда калининградцам, когда было общение, мне не давали там площадок для выступления. Все это было, это нормально, да. Слава богу, там один только физический инцидент был не очень хорош, когда на футбольном матче моих ребят, которые агитаторы, просто пришли отдохнуть их. Там местные ультрас попытались что-то там чуть ли не избить. Ну, пришлось разруливать эту историю, но я про другое. Так вот, я, собственно говоря, когда обращался к калининградцам, я им сказал, вы можете выбрать кого угодно, но у вас есть уникальная возможность взять одного человека, который будет, да, он не перевернет мир. Это правда, потому что все равно конституционное большинство останется за другими партиями. Но у вас появится ваш непосредственный человек, кандидат, который нигде не затеряется. Вы имели эту уникальную возможность. Что я видел на выборах? А я видел на выборах, я присутствовал в качестве наблюдателя в этот день. Живущие в бывших конских, соответственно, в местах отхожих, конюшнях, которые переделаны под жилье, в каких-то бараках, люди без денег, без ничего, шли по собственной воле, только бы не было войны, и клали за технического кандидата от партии власти. И это не подтасовки. Да, были ли там подкупы? Были. Но если говорить о фундаментальном, как говорится, проценте, я вам могу сказать, что я не знаю, как люди голосуют. И поверьте мне, что запуганные, затравленные, они, попросту говоря, все равно они хоть и затравлены, но они приходят. А те, кто бузят на кухне, они не приходят. И вот это фундамент проигрыша всех альтернативных партий. Заметьте, я сейчас не говорю, а их 14 сейчас принимают участие. Выбирайте любую, но вас нет на выборах. Вы на кухнях сидите. Яна Крылова. Вот если заранее известно, что могут быть проблемы с браком подписных листов, то почему нельзя сразу все сделать идеально? В чем проблема? Яна, дело все в том, что это не так просто. Вы можете вспомнить себя. Этот вопрос вы можете задать самим себе. Как часто мы останавливаемся перед сборщиком и готовы отдать свою подпись? Поверьте мне, что сбор подписей – это крайне сложная технологическая задача. Сложно одновременно и очень быстро набрать сборщиков подписей. Быстро их, извините за мой французский, выдрессировать. Быстро собрать и чтобы качественно, потому что перепроверить у вас нет практически шансов. Вам принесли подписной лист какой-то мальчик и девочка, где каким-то шрифтом что-то написано. Достоверны ли эти данные, вы не знаете. Или он сам написал, или он попросил бабу Клаву свою. Поэтому это момент очень сложный. Алексей Алексеевич на прошлой неделе презентовал от общественного штаба один из вариантов, который, кстати, многие некоторые применили – это электронный сбор подписей. В целом, я могу сказать, что то заседание, на котором я был, недоверие высказали абсолютно все партии, которые были. Ну, я, честно говоря, отношусь как раз к тем людям, которые относятся к электронным формам голосования, электронным формам сбора и такой информации, как раз наоборот, более позитивным. Причина очень простая, потому что я понимаю механизм шифрования и механизм перепроверки этого. То есть я видел движок, собственно говоря, я понимаю движок, как сделана вся эта история, можно ли там фальсифицировать. Ну, на мой взгляд, это практически ничтожно, мала вероятность, но она остается. Любой технический специалист всегда будет именно говорить в таком контексте, но для большего части наших сограждан нужно обязательно говорить, что вот есть 100%. Я всегда говорю, что в данном случае я бы оценил это где-то 99%, я бы оценил, что здесь информация достоверна. Поэтому собрать подписные листы очень и очень непросто. Точно так же, как, извините за мой французский, чтобы вы пришли на выборы, потому что я оцениваю, что выборы будут с точки зрения процентов чуть выше, чем приходил, когда был Алексей Анатольевич Навальный. Один из таких столпов условного протестного голосования. Напомню, что тогда на выборы пришло очень незначительно 33%. Казалось бы, вот тогда-то протестная повестка могла бы перевернуть мир, но, как вы видите, 67% не посчитали для себя необходимо принять тогда участие. Поверьте мне, что вот мы где-то вот до этих 40% так и колеблемся. И в этом, на мой взгляд, является фундамент нашей проблематики Великой Матушки России и Москвы, да и домов. Я приводил этот пример, тоже буду приводить. Все, кто хоть раз собирал общее собрание собственников помещений в доме, сталкиваются абсолютно с теми же самыми проблемами. Поэтому общая пассивность и нежелание хоть как-то принять участие, но обязательно посудачить вплоть до кровавых соплей на кухне, это наше все. Поэтому вот у нас есть очень жесткий водораздел. До кровавых соплей, но на собрание в школу не пойдем. Это вот на раз-два. Владимир Колосов задает вопрос, будет ли третья волна или все привиты и не подвержены к заболеваниям ковидом? На мой взгляд, мы находимся в этих волнах постоянно. Мы никоим образом и не останавливались, потому что, опять-таки, у нас медицина подмята тем, что мы называем ошибочной политикой. Потому что, будь моя воля, я бы давно уже сюда запустил бы иностранные вакцины. Это раз. Второе, то, что бы я сделал, я все-таки, извините бы, но протоколы, которые требует брюссельская бюрократия, а брюссельская бюрократия очень нудная. Я бы их, ну, за то время, пока мы бодаемся, я бы уже, знаете, провел бы повторные исследования, тихие, да, поскольку у нас же есть еще одна такая часть, не очень тяжело не признать, что, скорее всего, у нас этих протоколов в соответствии с брюссельской бюрократией их просто нет. Я бы уже провел бы эти исследования, чтобы нашу вакцину признали за рубежом. Но это, исходя из человеколюбия, понимания России и пользы для страны России, да, соответственно, чтобы здесь полечить людей, запустить сюда вакцины, их сертифицировать, чтобы, опять-таки, расширить рынок сбыта, пройти все необходимые процедуры и запихнуть. Прикрываться все время русофобией и же с ними, конечно, можно, но это хорошо для потребителя 70 или 80+, видимо. Но мне кажется, что такой потребитель всего меньше и меньше. Поэтому, честно говоря, мы находимся в этих волнах именно благодаря тому, что ни китайская вакцина, ни европейская вакцина, ни американская вакцина на территории Российской Федерации не действует. Так, ну вот некоторые предлагают, хватит мучиться с подтасовками, пора голосовать открыто, почему надо скрывать свою точку зрения за будущее страны. Насчет публичного голосования, я, честно говоря, не был бы так критичен, меня куда больше волнует то, что делает власть, она именно сушит явку, показывая, что выборы ни о чем не решают, но при этом приводит свой ядерный электорат и, собственно говоря, благодаря этому набирает конституционное большинство. Собственно говоря, если вы смотрите сейчас статистические данные, хотя не исключаю, что они, в общем-то, не особо релевантны, то ядро при всех ее минусах набирает больше, чем, ну то есть она вровень идет со всеми оставшимися тремя партиями. Ирина задает вопрос, очень правильный, кстати, вопрос, почему партия, в данном случае ядро, берет на себя право распоряжаться финансами страны, это про 10 тысяч для пенсионеров, или я что-то не понял, а Ирина, почему я говорю, что вы задали великолепный вопрос, потому что, если вы внимательно посмотрите вообще на рекламу, когда идет абсолютно подмена понятий там, вот такая-то, мы делаем такой-то стандарт. Минуточку. Налогоплательщиками являются все, в том числе и те, кто вас не выбирал и был против. Вы не являетесь распорядителями бюджета, это ложь. И поэтому, когда вы говорите про стандарт страны, за которой, как мы уже выяснили, голосуют-то всего суммарно, на выборы приходят там 35%, а там условно их 60, ну хорошо, там пусть будет 40% приходит, 60% вам такое право не давали, как минимум. Внимание, вопрос, зачем вот использовать эти некорректные, с точки зрения ни экономики, ни финансов, ни даже человеческий посылы. Поэтому это, конечно, категорически неприемлемо. Поэтому, почему она берет на себя? А потому что, что вы ей сделаете в ответку? Потому что у нас альтернативных СМИ нету, YouTube-канальчики, ну это вообще ни о чем. Ну, мы видим, что происходит, соответственно, какие YouTube-каналы, кто там подкупил, каких, как каждая партия отдельно закупила на рекламу того или иного блохера. Да, это достаточно смешно. Дмитрий Котов задает вопрос. Скажите, пожалуйста, что будет с Фондом национального благосостояния в течение следующих пяти лет? Может ли он полностью иссякнуть? Если да, то что в этом случае будет дело со страной? Нет, не может иссякнуть. Ведь это же зависит, та самая история про две трубы. Одна в бассейн заходит, другая выходит. Ключевой вопрос не в том, что сколько входит. Сколько, как это, входит и выходит, замечательно выходит в Фонд национального благосостояния. Главное, насколько можно убедить затянуть пояса. Вот я в очередной раз тут, знаете, посмотрел репортажи Антона Лядова из Северной Кореи. И я поймал себя на мысли, знаете, какой. До этого я смотрел там Илью Варламову. Я посмотрел и поймал себя на следующей мысли, что вообще человек это удивительная субстанция. Он может себя убедить вообще в чем угодно. Вот глядя со стороны, а основной литмотив, собственно говоря, Северной Кореи, это американская агрессия. Ведь вот под этим соусом я понимаю, что можно достичь настолько высочайших степеней лишения человека любых моральных, этических и, главное, финансовых средств, что при этом партийные бонзы могут жить абсолютно в любой роскошь. Ее просто не надо демонстрировать, а при отсутствии альтернативных СМИ это сделать элементарно. То есть ты можешь обжираться черной икрой, но главное на публику выходить в рубище и вот делать этот четкий водораздел, что демонстрируется для плебса и как ты реально живешь. И вот в этом контексте можно жить великолепно. Вот я смотрю, говорю, за Северной Кореей, понимаю, что вообще человечество, которое говорит о том, что оно разумно, оно сильно переоценивает себя, очень переоценивает. Насчет нашей разумности, я думаю, что вот инопланетяне, если они существуют и прилетают, периодически поглядывая, вот я опять-таки вспоминая, легко ли быть Богом, я бы на их месте, вот, кроме как, знаете, от нас отгородиться и наблюдать исключительно, как за паноптикумом в аквариуме, ничего бы не делал, я бы не предпринимал. Просто, правда, если бы я был инопланетянином, это был бы уникальный эксперимент. Смотреть на этих Homo sapiens и думать, господи, так как же люди могут друг друга грохать на голубом глазу. Ангелина задает вопрос, если бы Владимир Владимирович Путин из своих денег выделил россиянам по 5 тысяч, то его рейтинг бы повысился. Ну, насколько я понимаю, Владимир Владимирович, про его рейтинг глубоко и фиолетово. Мы к 2024 году все равно его переизберем, потому что существует масса технологий, собственно говоря, нужно поддерживать все время в полудохлом состоянии. А когда поддерживаешь в полудохлом состоянии, вот сейчас делается такой жест, где 10 тысяч пенсионерам дали, и, собственно говоря, в агитации любая партия приходит и говорит, вы знаете, мы сделаем. А пенсионер скажет, ну, мало ли, что вы сделаете, а вот Владимир Владимирович и партия Единой России сделали уже сейчас. А вы, что вы можете сделать? И здесь я, кстати, могу сказать, что большая часть патрициев из других альтернативных партий начинают затыкаться. Только я могу вам подсказать ходок для общения с людьми. И запомните, что это не Владимир Владимирович выделил, или не партия Единой России, а выделили из бюджета. Бюджет, который управляется всеми гражданами Российской Федерации, в том числе и альтернативными кандидатами. Так, ваше мнение, когда же в РФ прекратится этот балаган-обман по путевизору? Экономика, судя по новостям, в 2021 году разве растет? Нет, не растет, но можно об этом говорить. Никогда не прекратится. Мы с вами лет 15 назад, когда позволили, в общем-то, закрыть основные кнопки телевизора, ограничить их 20 каналами, собственно говоря, нам не нравилось, вспомните, нам не нравилось НТВ, принадлежащее, по-моему, тогда Гусинскому, что ли. Нам казалось, что, ну вот же, вот это же сплошная пропаганда. Там кому-то принадлежал, соответственно, там Березовскому, по-моему, первый канал. Нам же это тоже не нравится, что вот олигархам. Вот сейчас все принадлежит тоже олигархам, но только эти олигархи в погонах, и то они просто в едином строю. Но сейчас меньше претензий к СМИ, ну, то есть к тому, что идет тенденциозность в отражении тех или иных фактов. Почему? Потому что тогда нам казалось, вот этот раздрай, вот эти информационные войны, да как это можно было смотреть? А хочется сказать, а в те годы кто вас заставлял смотреть на эти информационные войны? Читайте газету «Правда» и слушайте песню «Валенки», и будет вам счастье. Таки нет, мы все включались, и нам казалось, что это жизнь. А это не жизнь. Еще раз говорю, это отражение той или иной группировки. Сейчас тоже отражение одной только группировки. Но, на мой взгляд, лучше бы мы прожили бы тот этап, и он бы перешел бы в естественное устаканивание правил игры, а это произошло бы просто по причине того, что при наличии щита и мяча одной силы все бы стало бы на свои места. Но сейчас, ну, получите, вот у нас есть моноформатность всего российского телевидения. Полегчало? На мой взгляд, стало хуже. Дмитрий, выплаты пенсионерам уже были анонсированы после выборов. Что случилось? Илья Лукин задает вопрос. Ничего не случилось. Я, по-моему, еще в прошлом году, когда было только анонсировано 500 миллиардов, собственно говоря, на которые были потрачены сейчас эти деньги, я сказал, что это будет подкуп до, а не после. Какой смысл подкупать после? Сейчас есть возможность совершенно четко, красиво всем кандидатам от партии власти сказать, что это от нас. Правда, я могу сказать, что и альтернативные кандидаты тоже говорят, что это надо от нас. Это подарок к Новому году, но ты до Нового года не открывай этот подарок. Вот это прямо в этом контексте. Алексей Черных. Как остановить инфляцию в стране? Денег нет, а зарплаты уменьшаются. Инфляция, ну, инфляция это вообще норма. Ключевой вопрос ваших доходов. Вот то, что у вас падают доходы. Здесь нужно задавать вопрос, как все-таки ваши доходы сохранить или преумножить. А здесь фундаментом является это то, чтобы то, что ошибочно называется государством, убрало, наконец-то, руки из ваших карманов. Потому что, напомню, фундаментом, основой, надо начинать с базы, что с минимальной зарплаты труда, те 40%, которые у вас отбирают то, что вы ошибочно называете государством, оно должно вернуть. Минимальная зарплата, ноль налогов. Все государственные требы, ноль оплат. Только вот в этом контексте может начать возвращаться право на труд к тому, кто его производит, человеку труда, фундамент этого. А все остальное, когда вы говорите, остановить инфляцию, то можно ее остановить искусственно. Собственно говоря, это наши сограждане и делают. Можно ли что-то сделать с тем, что у нас половину деталей производят за рубежом, и из-за этого встает все производство? Егор Федотов задает вопрос. Можно, только в том случае, если мы станем одним из хозяйствующих субъектов мира. Поскольку, напоминаю, 146 миллионов на такой огромной территории, с очень сверхконцентрацией в городах, с очень, ну, с отсутствующей, по сути дела, логистики. Мы неинтересны, ну, то есть нам надо, мы должны прилагать усилия, активные усилия, мы должны прилагать усилия, чтобы на территории Российской Федерации все компании. Ну, самый простой пример про авто, которое вы задали, вопрос. Ведь я многократно в этой студии говорил, что привлекая сюда иностранцев, это категорически неверная постановка задачи, чтобы они здесь локализовывали производство. Локализация должна быть не мелкого производства, которое вы здесь не будете, там, коврики, не знаю, зеркала производить, потому что здесь объем рынка маленький. А задача, чтобы они, пусть они собирают из машинокомплект, но чтобы наш труд, ну, труд наших людей продавался за рубежом. Это означает, что должна быть постановка другая, что 60% того, что собирается на территории Российской Федерации, идет на экспорт. Нужно захватывать рынки. И тогда уже в этой цепочке, поскольку производство будет расти, потому что рынок сбыта там, а он там колоссальный, он вкратно больше, уже здесь самостоятельно появятся локальные производства. Поэтому сделать можно, но, как вы видите, нужно изменить экономическую политику. И она, ну, в моих словах, совершенно по-другому. Так, что за колбасу продают наши торговые сети, если они выдвигают требования по ее хранению к производителям? Два-три месяца, чего она должна состоять, чтобы за это время не сгнить? Задает вопрос Нирвана. Нирвана, отвечаю вам. Здесь вопрос вы можете задать прямо даже самим себе. Причина очень простая. Скажите, дорогая Нирвана, или он, или вы, или она, или оно, скажите, пожалуйста, вы с какой регулярностью ходите в магазин, и как регулярно покупаете тот или иной продукт? Видите ли, и производитель, и ритейлер, и логист находятся в одном плену. И этот плен заключается регулярность ваших покупок и сумма ваших покупок. Почему? Почему возникают такие длительные сроки хранения? Ну, и, соответственно, понятно, из чего, что там огромное количество консервантов. Да потому что вы потребляете мало. То есть первоисточником сроков хранения или вот строительства гипермаркетов является потребительское поведение. Вы искренне считаете, что это неважно, но только подпотребительское поведение строятся те или иные форматы, выпускается тот или иной продукт, первичен покупатель, а не мифология торгового объекта. Поэтому, почему она хранится 2-3 месяца? Потому что ходите вы редко, денег у вас мало, а вот это вот фундамент, то, с чем должно справляться то, что вы ошибочно называете государством. Как только вы начнете переставлять пазл в другой последовательности, у вас пирамидка начнет сходиться, она станет на основании. Так, еще вопросы. Как бы вы решили проблему с выгоранием лесов у нас в России? Страна большая, лесов много. Как вовремя предотвращать пожары? Лесохрану надо возвращать-то, однако. Потому что здесь, в первую очередь, это люди, наблюдение за очагами. Потому что нравится нам это, не нравится, но это мы с вами выжигаем леса. Наше неаккуратное поведение в лесах приводит к тому, что образуются очаги пожара. Уговорить штрафы и все остальное, это, конечно, классно, но это никогда не приведет к реальному эффекту. Это должно существовать параллельно. Должна существовать лесоохрана, которая, видя первичный очаг возгорания, должна об этом сообщать. Туда должны уже подъезжать другие подразделения и ликвидировать этот начальный этап. Но до тех пор, пока этого не будет восстановлено, то есть не будет огромное количество людей на этой огромной территории ее контролировать. В том числе и с учетом спутников и всего остального, информационного центра, происходить будет то, что мы с вами видим. Вопросы остались, я их всех забрал. Спасибо вам за участие в сегодняшней прямой линии. Ваш Дмитрий Потапенко. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok